Николай Васильевич Кравченко, командир роты 345-го гвардейского отдельного краснознаменного ордена Суворова 3-й степени парашютно-десантного полка в составе ограниченного контингента группировки советских войск в Демократической Республике Афганистан. Капитан. Родился в городе Омске в семье рабочего. Окончил Омскую среднюю школу за номером 22. Советской армии с 1970 года. В 1974 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. С 1974 года переводчик в разведотделе 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, город Иваново. В 1976 году переведен в 299-й гвардейский парашютно-десантный полк, где служил в должностях командира парашютно-десантного взвода, заместителя командира парашютно-десантной роты с ноября 1977-го, командира парашютно-десантной роты с 1980 года. В 1979 году принимал участие в учениях Варшавского договора ЩИД-79 на территории Венгерской народной республики с десантированием 299-го гвардейского парашютно-десантного полка с техникой. В апреле 1981 года в составе группы офицеров дивизии гвардии капитан Николай Кравченко убыл на замену в Демократическую республику Афганистан. Служил в Баграме в 345-м отдельном парашютно-десантном полку командир полка полковник Грачев Павел Сергеевич, впоследствии министр обороны России. Был командиром роты, затем начальником штаба батальона. В январе 1984 года 345-й полк, совершив марш около 400 километров, участвовал в крупной операции по деблокированию Ургундской долины на границе с Пакистаном. Операция длилась около месяца в сложных зимних условиях. Войти в долину необходимо было через ущелье. Дорога, единственная по ущелью вдоль реки, была заминирована и хорошо простреливалась. В течение недели передовой отряд десантников медленно, буквально по 10-15 километров, двигались в пешем порядке и постепенно занимали господствующие высоты вдоль ущелья. В итоге долина была разблокирована и основными силами советских войск был уничтожен крупный базовый лагерь противника. Захвачено много оружия, боеприпасов и имущества иностранного производства. За эту операцию Николай Кравченко представлен к своей первой награде. К ордену Красной Звезды участвовал в 8-месячной паншерской операции. 19 мая 1984 года 1-й парашютно-десантный батальон 345-го полка при выходе из паншерского ущелья после проведенной операции попал в засаду. В первые минуты боя погибли командир батальона капитан Федоров и батальонный врач Евгений Козлов. Вторая парашютно-десантная рота понесла значительные потери. 18 раненых батальон потерял управление. В труднейшей обстановке капитан Кравченко принял командование батальоном. Ему удалось быстро установить управление с ротами, сбить противника с господствующей высоты, восстановить связь с полком и организовать эвакуацию раненых. Батальон организованно вышел из засады с минимальными потерями. С июня 1984 года по февраль 1985 капитан Кравченко принимал участие в еще нескольких операциях в должности начальника штаба батальона. Две недели отлежал в инфекционном госпитале после паншерской операции с диагнозом энтерколит, истощение и обезвоживание организма. Осенью на Ниджирабской операции подорвался на бронетранспортере БТР-70 и получил контузию, но от госпитализации отказался. За проявленное мужество и героизм при оказании интернациональной помощи народу Демократической Республики Афганистан, Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 сентября 1984 года гвардии капитану Николаю Васильевичу Кравченко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Героя Советского Союза Героя Советского Союза